Всем добрый день, меня зовут Сангаревич, компания FreshForex. Мы начинаем наш вебинар по обзору рынка, проверим качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Благодарю за обратную связь. Начинаем по традиции с календаря событий. У нас сегодня два интернета. Через час у нас данные по Великобритании. Здесь безработица, средний заработок, так называемый рынок труда. И также сегодня у нас в 16.15 промышленное производство. Еще сегодня в 17 часов будет выступать представитель ФРС в Конгрессе. Тоже об этом немного поговорим. Сейчас включим ростляцию экрана. Начнем мы с пары евро-дуллар. Здесь пока все развивается в том формате, о котором мы вчера говорили. У нас в пятницу был ложный пробой. Средняя граница по Боллинжеру. Вот она свечка. Пятница, 13. И евро развернулась. Развернулась сейчас вверх. Мы как раз тоже вчера об этом говорили. Что вот этот ложный пробой, он как раз развернет рынок. Сейчас сигнал еще более сильный, даже чем вчера. Почему более сильный? Сигнал более сильный и фундаментальный. Здесь на рынке облигаций спред очень сильно вырастет. Германия, США, 10-летние облигации. Рынок облигаций – рынок основной. Самый большой рынок в мире по объемам. Поэтому все, что происходит на рынке облигаций, оно происходит сначала там, а потом уже все это сказывается на валютах, на акциях и так далее. Поэтому я всегда каждый день смотрю за рынком облигаций. Рынок облигаций показывает, по сути дела, настроение. Настроение, допустим, какие по отношению к евро хорошие будут покупать или плохие будут продавать. Настроение сейчас хорошее, поэтому евро сегодня может хорошо подрасти. На отметке 17.29. По технике на дневном графике пока тренда нет. У нас тут все смешалось в одном месте. Все три линии ADX, они переплетелись и пока здесь флэт. По RCI 54, середина тоже. Четырехчасовый график более интересный. Показывает тренд по ADX выше 40, 41. И это все сигналы на покупку. То есть ADX нам тоже подтверждает хорошую динамику рынка в облигаций, в государствах. И для нас это тоже хорошо. И пока здесь тоже флэт. В принципе, вот так, стояли в флэте. Вчера немножко подросли. Сема 23 вот так во флэте. Вот сейчас из него вышли. Залили сейчас выше вчерашнего максимума. Сейчас большой твэритест в частности максимума. И продолжим дальше движение вверх. Здесь у нас ближайшее сопротивление находится на 1787. И вот куда-то туда сегодня пойдем. Либо мы его дойдем, либо немножко не дойдем. Я бы в этой связи округлил бы на 1787 и покупал бы евро прямо сейчас по отметке 1.1729. То есть ADX на 4 часа в новой фиге показывает рент вверх очень сильный. Рынок облигаций показывает очень сильный сигнал вверх. Фундаменты не спадают. Поэтому здесь позитив-то есть. Что касается сегодняшних новостей, дорогие Тарасовы, спасибо за вопрос, как повлияет Драги. Я думаю, никак не повлияет. Почему? Потому что у нас через 2 недели будет, даже не через 2 недели, а на следующей неделе, на следующей неделе, 26-го в четверг, будет состояние ЕЦБ. И как раз на этом заседании, пресс-конференция, Драги, примерно в течение месяца он там будет выступать. И там расскажут, как устроятся центробанки. Центробанки за 2 недели до таких важных заседаний, где есть конференция, они ничего не говорят. И у них так называемые машины, то есть они молчают, никаких комментов не дают. Могут давать комментарии не руководители, а какие-нибудь там замзамочи, заместители. Причем они это будут делать неофициально, опять же, мы можем где-нибудь в Блумберге или инвестинге прочать. Там какой-нибудь один из руководителей ЕЦБ сделал такое явление, попросил не называть его там анонимное такое заявление. Такое может быть. Но официально они комментарии не дают. У них вот так принято. Все комментарии уже на заседании, поэтому до 26-го мы не получим драки. А с 6-го в 4-го он все скажет. Поэтому на него сегодня можно не смотреть. Вот выступление руководителя ФРС в конвесии, оно более интересно. Здесь я думаю, что руководитель ФРС скажет примерно то же самое, что говорил в прошлом месяце о заседании ФРС, а именно, что ФРС растет, занятость растет, все растет, и ФРС продолжит постепенно повышать ставки. Вот эта фраза, я постепенно, она раз и негативна для доллара. Потому что, чтобы доллар получил сильную поддержку, нужно, чтобы было заявление о ФРС быстрой повышать ставки. ФРС боится там, что инфрация сильно вырастет. Вчера выступал один из заместителей ФРС, заместителей Пауэлла. Он сказал, что не видит причин, чтобы ФРС должна была быстро повышать ставки, а постепенно нормально. Пауэлл тоже, в принципе, не будет делать таких вот заявлений о быстром повышении ставок, потому что в этом году в Америке вроде все растет, растут зарплаты у людей. Либо покупают автомобили, недвижимость, акции растут. Тот же самый, там, SC-2800, это хороший уровень. И все вроде обещательно, и если говорить такие фразы, там, о быстром повышении ставок, то все может упасть, и строение людей будет испорчено. А у нас в ноябре, через несколько месяцев, выборы в Конгресс в Америке. Поэтому никто не будет портить состояние избирательства. Вот сейчас товарищ Трамп, он активно кричит на каждом углу, что нужно снижать цены на нефть, чтобы снизили цены на бензин. Почему он это делает? Потому что выборы в ноябре в Конгресс, и ему тоже нужно так. Но он сам-то не будет участвовать, он президент. Но его пара, республиканская, она участвует, будет. Поэтому ему нужны дополнительные, скажем, члены, дополнительные дивиденды в качках. Чем больше, там, он знает позитива, тем больше авторитета у него будет. Соответственно, он сейчас кричит на каждом углу об этом. Я думаю, выборы пройдут, и все забудут. Ну, как вот у нас тоже, вот, аду выборы, или резинтоксия в марте. Тут тоже и зарплаты немножко подняли, и пенсии добавили, и тут цены на салли, и даже плюшки какие-то раздавали, там, тенья. Выборы закончились, чтобы получили повышение лиценного возраста, увеличение налогов. Ну, в общем, получили полную программу. Главой обослали. А до выборов все прям было здорово. Поэтому сейчас тоже в Америке выборы, естественно, ни Пауэлл, ни Трамп, они не заинтересованы делать заявление. Все будет осторожно. Фотово постепенно повышать ставки. Трамп будет отвечать, что надо на бензин. И так далее, и тому подобное. Поэтому, в целом, я думаю, на этом большом комментарии Пауэлла о постепенном повышении ставок, его дорога не сходит, дернется туда-сюда, а дальше потихонечку, через некоторое время, там, через 10-30 минут продолжит движение вверх. Поэтому, вот, цель, она, это около 1.1787. Обруглим ее на 17.80. Уважаемые, задавайте, пожалуйста, вопросы. И я на них с удовольствием отвечу. Что касается битальского фунта, вчера вот он подрос на 3.290, в верхней помолинжер на часовиках и рывал. И мы, как раз, тоже с вами эту цель определили, в верхней помолинжер. С тем более, тут вот сильных сигналов нет. Вчера был сильный сигнал, и он отмотал. Сегодня сильный сигнал евро. Евро на покупку. Я его фунт сегодня не брал бы, потому что в веке 15 показывают. В веке веке показывают 31. Вроде бы тренд, но в том же самом евро там 40. Поэтому тренд более сильный. В дневке здесь показывают 17. Оно, вроде, в треках сохраняется, но, что плохо, здесь вот рынок обликации, он показывает вниз. И получается такая вот противоречивая картина. Техника немножко вверх, фундамент вниз, что в итоге получится не знаю. Новости, какие сегодня будут. Нож, что-нибудь прогнозировать нельзя. Вот средний зарывок, уровень безработицы. Что по факту будет, то и будет. Если лучше, чем в прогнозе, то фунт выносит, вчерашний максимум. Если хуже, то упадет. Вслед за рынком облигаций. Вот если евро-доллар на облигации, техника вверх, то здесь как-то вверх-вниз, непонятно что. Вчера был сигнал, сегодня его нет, лучше пропустить, лучше евро-доллар взять. Если по доллару-иену, то здесь, на мой взгляд, сантишки перед бурей, пока стоим в таком планете. И я думаю, вверх быстро, причем чем дальше стоим, тем будет быстрый выход и быстрый выход в вверх. Вот у нас несколько дней вакшли вот во флэп, мы тут уже стоим в 5-й ботинцах, в недельных, в средних, в 2-й уровнях. И вот около нижней границы флэпа мы стоим. И мы движем вот вверх, куда-то 112-90. Поэтому здесь опять, я не могу подождать. Флэп закончится, однако вот в этой флэпе и тут тренды находятся. Потом опять завершается, флэп идет. Вот сейчас мы смотрим в 3-й флэпе. Долго мы тут стоять не будем, я думаю. Почему? Потому что ПА пойдет вслед за СЛП. СЛП, я думаю, пойдет вверх. Он пока тоже сильно не растет, но у него хороший потенциал. Отчеты опубликуют компании хорошие. Вчера был хороший отчет американского банка. Амикка. Один из крупнейших. Сегодня еще один из крупнейших. Голланд САКС. Завтра алюминиевая компания Алкоа тоже, судя по всему, подхаживать счет, потому что Трамп ей помог. Наверное, все помните, вот эти санкции. Наши Русал, Русал, алюминий, Алкоа алюминий производят. И как раз санкции были направлены на то, чтобы убрать Русал с рынка и, скажем так, уйти, ключевого конкурента. Русал был сильным конкурентом американской компании. И так помог этой компании вать конкурента. И поэтому у Алкоа хорошие результаты в этом году будут. Поэтому тут получается тоже на отчете ГЭП Вверх мы получим. Может быть, после отчета мы вне не сходим, но ГЭП Вверх будет на отчете, поэтому тоже на этом завтра можно будет заработать. ГЭП открылся, открылся рынок вверх, сразу вышли и закрылись. Вчера вот Бэнк Умерика на 14% вырос на занедение. Очень хороший отчет. Все там у них растет. Теперь большинство где-то процентов 75-100 они уже. Это все хорошо, поэтому здесь вопрос времени. СНП прям пойдет вверх там сегодня или это будет завтра в четверг. Вот в чем опасно. Поэтому тут для пары то же самое движение вверх. рыбных облигар сцеп пока выдвижение вверх спреду, поэтому здесь вот этот вот флэт перед вверх. я думаю увидим движение поэтому здесь предавший 112-90 разъем рост лировок. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я о них с вами отвечу. Олег, благодарю вопрос по нефти. По нефти вы знаете, как что у нас происходит по нефти у нас флэт так на дневном кемпе, мы не видим конец это флэт, и сейчас некоторое время можем постоять и уже после этого пойти вверх. Измыслился пары к нефти я думаю нет, ничего не изменилось. Достигли максимума в мае 22-го потом достигли минимума 18-го числа июня 7-го из-18 перед опек и вот как раз сегодня мы минимум протестировали 7-го 18-го то есть если вошли во флэт стоим уже два месяца в этом флэте где в нижней границе 71-го а верхней 80-го с половиной и вот сейчас на флэте здесь я думал что долго стоять во флэте не будем и пойдем дальше вверх где-то на 80-го чтобы мы зависли вот в этом флэте застряли долго стоять я думаю нет долго стоять не будем но несколько дней вполне постоим еще где-то вот 7-5 то есть сейчас небольшие высказывания Трампа потому что он пугает всех что-то там цель не сжать перед выборами но если так вот в целом факторы которые вызвали удовлетворок они по-прежнему остаются те же вот допустим откроем вот это сейчас вот нет график такой без всяких линий просто чистый график и вот вот о двух словах расскажу это вот я асситирую аркетину по нефти что происходит вот у нас такой эффект вот мы сильно падали дошли до минимума в 16 январе и рост он в принципе на себя вот здесь вот такая большая свечка вот она зеленая такая свеча это ноябрь месяц вот в эту неделю опек плюс так называемый опек плюс принял решение свечи вот на свечу мы шли вверх потом вниз ходили потом бежать вверх это первое опек плюс опек плюс до сих пор существует они увеличили добычу но в принципе особо ничего не изменилось получилось в ноябре 6 они приняли решение сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей вот 1 июля значит до состояния на 1 июня на начало лета итогов это показать было не 1,8 а 2,7 и сейчас опек добавляет миллион то есть получались не 2,7 а 1,7 принц 1,8 стало 1,7 по сути делило все то же самое разница 100 тысяч поэтому соглашение опек оно действует плюс здесь что еще у нас получается у нас есть фактор иранских санкций которые в ноябре действуют этот фактор он черком не отыгран потому что непонятно кто будет покупать нефть кто не будет покупать нефть все это будет понятно только в ноябре месяце плюс какой еще есть фактор есть фактор допустим такой чисто локальный два фактора даже три получается это первое здесь сократилось немного добычи в Канаде и она восстановится только в Канаде июле месяце еще через неделю только в том момент забастовки в Норвегии они не сократились они будут увеличиваться и там сейчас еще больше растущих чем на прошлой неделе тоже получается фактор хороший плюс летом есть спрос на нефть все факторы они остались еще особо нефть в Канаде торговой войны товаров там пошлины новые в прошлой неделе брали списков там получается что много товаров которые Америка у Китая не покупает но они почему-то в списке допустим СПГ жиженый природный газ когда газ под очень низкой температурой то ли минус 50 или больше даже в общем температура газ закачивают в ТАХЕР то есть газ сжимается то есть и закачивают потом допустим в Китай или в Мире или куда-то еще там потом делают обратную операцию и весь этот сжиженный газ он уже так расширяется и получит налога газа то есть там вроде закачали мало но его на самом деле много и за низкой температурой как раз он так сжимает и все оно вроде здорово Китай не производит жижный природный газ парадокс то в чем хочет обложить сфанкции не со своими опорными сжиженный природный газ а Китай вообще не производит тогда что они хотят обложить понятно поэтому там список такой странный то есть там много товаров которые Китай даже не производит но они в этом списке такое ощущение что составил список что просто попугать там все пошлинами обложим что вы производите что вы не производите все Китай же может ли пострадать этого сильно нет Китай постраховался график т.е. доллар ювань ювань упал в прошлом месяце и сейчас на высоком уровне 6,69 т.е. дефорация ювань это вообще китайскому правительству китайской правительности поэтому цены на продукцию китайскую снижаются соответственно ее выгодно покупать поэтому в принципе низкие цены они все равно помогают так поэтому вряд ли наверное сильно прям скажется наверное скажется на объемах продаж не кажется больше так вот настроение допустим твиттер трамп чего-нибудь напишет рынок среагировал на это через посол забыл что-нибудь кто-нибудь скажет рынок среагировал на это и забыл поэтому я думаю что вот некоторая такая реакция краткосрочная там на час на два из-за вот этих торговых войн там и так далее она может быть а так что в целом прям вот тренд изменился я здесь пока честно говоря причин не вижу Ирана он сейчас в таком плохом положении нахудшись не скажу что прям в критическом но может быть даже и в критическом будет в ноябре когда у них перестанут покупать нефть тогда для Ирана могут быть проблемы и тогда Иран вполне может допустим войну устроить соответственно здесь если будет война то мы будем говорить не о том что там 70 будет или не будет мы будем говорить о том что 100 это максимум или 100 это только начало 100 долларов за бренд поэтому сейчас факторы по прежнему они вверх и пока просто вот я думаю рынок в таком флейте находится бывает так что рынок убегает сразу дальше без остановок бывает что вот застрянет во флейте на неделю на две на три вот сейчас рынок застрял во флейте я думаю он из него выйдет и выйдет вот на 82 если Иран все-таки какие-то такие плохие ну плохие в плане там какую-нибудь войну устроит тогда уже 90 и выше в целом мой прогноз какой вот так вот если смотреть я вот как себе вижу ситуацию может вправ посмотрим он покажет у меня взгляд такой вот сейчас где-то летом 82 я думаю потом плюс-минус тут колебания будут опять же там от 70 до 72 и потом уже рынок выйдет на 92 94 в следующем году я думаю это будет либо весной либо летом потом я думаю будет падение падение к 60 где-то к 50 вот так вот то есть будет сильное падение чем оно будет вызвано я думаю будет вызвано двумя событиями первое событие это кризис в Америке будет падать все второй момент это закончится соглашение ОПЕК плюс в следующем году в июне они уже не будут добычу сокращать плюс Америка сланцевой добычи увеличит сланцевой компании свою добычу плюс другие страны также добычу увеличат скажем так ну и вот у нас буду говорить что на рынке очень много нефти очень много нефти это нефть вызвало падение поэтому у меня вот такой сценарий на ближайший год скажем так сначала вверх где-то 90 с небольшим потом вниз 60 тире 50 потом дальше вот 50 60 я думаю опять вверх пойдут опять на 90 скажем так вот как-то так реализуется сценарий или нет посмотрим время покажет скажем так первая часть сценария пока реализовалась я ждал говорил это в марте в апреле в мае что 80 жду летом а дальше жду 94 вот 80 мы увидели в мае теперь жду 94 пока ничего здесь не менял я думаю да Евгений с осенью наверное либо летом я вот думаю как либо максимум по нефти 90 там 95 то вот как-то так будет либо апреле мае либо где-то июле август после этого мы пойдем вниз пойдем вниз где-то месяцев на 9 и америка повалится вниз и нефть повалится вниз и рубль будет падать к доллару потом месяцев через 9 где-то будет минимум и потом потихонечку вверх пока такой вот у меня сценарий в голове сидит реализуется или нет посмотрим скажем так поживем увидим уважаемые коллеги благодарю всех за внимание желаю всем успехов в торговле завтра буду рад вас видеть на вебинаре в 10 30 по Москве еще раз всем спасибо спасибо спасибо